всем привет с вами я татьяна шадрина вы у меня на канале время шить сегодня время познакомиться с идеями журнала patronus patronus уже за апрель месяц так что давайте смотреть любоваться что здесь есть прежде чем начнем смотреть журнал хочу пару слов сказать о насущном времена сейчас непростые к возможно каждый ролик может быть на ютюбе последним поэтому чтобы не потеряться переходите в удобный для вас соцсети или мессенджеры где вам удобно иметь связь со мной это telegram rutube вконтакте яндекс дзен жду вас вот такая красивая обложка на обложке девушка в широкой юбке из хлопка и рубашки праздничном давайте посмотрим технические рисунки что здесь видно есть несколько платьев смотрите вот платье еще пошел целый ряд платьев все кстати разные интересные платежки есть жакеты прямых много жакеты даже больше чем платьев есть рубашки или блузки посмотрите вот такие блузочки и бюстье коротенькая юбки есть брюки разные будут брюк тоже много разных жакет вот такой интересный что есть для плюсиков сейчас смотрим платье простого кроя блузка простого кроя смотрю сразу без вытачек еще вот платье все всего четыре модели для плюсиков и вот несколько моделей для деток давайте посмотрим табличку размерных признаков как всегда я предлагаю посмотреть на обхват груди в 100 100 сантиметров это наш российский 50 здесь это 46 размер значит разница в размерах 4 нужно к испанскому размеру прибавить 4 получим наш российский 46 плюс 450 с большими женскими размерами здесь идет обхват груди 118 и 122 я обычно смотрела на 60 размер то есть среднее между ними скажем так 120 это 53 размер получается что разница между испанским журналом и нашим размер на сетке это плюс 6 ну может быть 6 с небольшим но я бы смотрела на остальные мерки потому что обхват талии обхват бедер все-таки на 60 ну вот чуть чуть побольше то есть все равно это плюс 6 и обязательно смотрите на все остальные измерения наверняка нужны будут какие-то корректировки у меня кстати на канале есть целая подборка роликов о том как корректировать готовые выкройки если не подходят какие-то ваши мерки в табличное значение и вот детские размеры во первых вы можете посмотреть ростовку вашего ребенка и посмотреть обхват и я бы ориентировалась первую очередь на обхват и обхват груди например обхват бедер а ростовку бы уже корректировала на этой страничке можно охватить одним взглядом то что есть в журнале и поехали уже первая модель как правило первой модели журнале патронов эта модель оля подиум и предлагается более подробно ее рассмотреть здесь это платье платье классическое с воротником так называемым шалевым воротником посмотрите платье с рельефами нет резной по талии с коротким вточным рукавом посадка рукава на месте то есть в этом платье будет обязательно заложена вытачка потому что есть рельеф нагрудный будет очень хорошая посадка либо ее легко сделать когда есть много вертикальных швов кстати давно не было таких моделей я рада что такие модели входят в моду но я смотрю это сейчас более свободная посадка чем было скажем во времена там 10-15 лет назад когда было был в моде этот крой и это меня тоже радует потому что больше комфорта посмотрите технический рисунок это платье так называемый крой принцесс когда приталенный и вертикальные рельефчики рельеф идут по переду и по спинке застежка здесь скорее всего супатная на потайные кнопки возможно не смотрела детально воротник шалевый очень красиво очень женственно удлиненное платье дорогие мои подойдет такой фасон практически для всех типов фигуры и для нижнего типа и для верхнего типа так что выбирайте и шейте такое платье шьется не очень не слишком сложно все реально пробуем и шьем здесь еще они предложили подборку материалов подходящих для этого платья ну конечно же материал должен быть не слишком форма держащим текучим чтобы создавать красивый вот здесь драпировки фалды здесь предлагают габардин с водоотталкивающей пропиткой ну честно говоря про пропитку я бы упустила момент все-таки пропитки хороши для тканей с подкладкой и для верхней одежды трикотажное полотно лиацил лиацил эта ткань похожая на штапель или просто как вот мы говорим вискозные ткани бывают твилы бывают габардины лиацил искусственный материал из натуральных ингредиентов и тофта полиэстер драпирующийся летящий материал вот такие из таких тканей можно сшить это платье на этом развороте модный костюм посмотрите какие здесь нюансы модного костюма укороченные свободные брюки двубортный блейзер свободного кроя посадка такая средняя посмотрите не слишком спущены плечи но и не плотно сидящие по фигуре и модная рубашка без вытачек свободного кроя вещи сшиваются сложно но костюм получается очень добротный если у вас есть какой-то опыт шитья может быть настало время потратить его на обучение и на пошивки подобного костюма потому что здесь не придется решать задачу по посадке вещей поскольку свободно все придется только поработать над технологии пошива а технология пошива сейчас очень много вариантов в ютюбе можно найти мастер-классов обучающих так что самое время попробовать блейзер двубортный с английским воротничком сложность пошиве с подкладкой брюки укороченные достаточно свободные со складками у пояса с приточным поясом с гульфиком рубашка тоже рубашка классика классика со сквозной застежкой с рукавами с манжетами и с воротничком на стойке низ неровный посмотрите все это достаточно сложно на этом развороте еще один костюм юбка и блейзер что можно сказать про юбку посмотрите у подойдет такой вариант для очень худеньких поскольку вот такой добавочный элемент поверх юбки карандаш пришивается в кокетка который немножко при собрана на перемычку и получается эффект банка смотрится красиво но кому подойдет нужно прям крепко подумать потому что поперечный такой акцент на талии потому что поперечный элемент наталии украсит не любую фигуру нужно прям крепко подумать в пошиве этот элемент не такой уж и сложно не очень усложняет работу атак это обычная юбка-карандаш про блейзер что сказать блейзер более плотные посадки чем на предыдущей страничке конечно сложная работа блейзер более немножко более плотной посадки чем на предыдущей страничке тоже двубортный здесь идет два ряда пуговиц по три штуки еще есть карманы с клапанами воротник английского типа блейзер с подкладкой это конечно мастерства потребуют юбка-карандаш классической длины за колено да кстати обратите внимание юбочка без приточного пояса на обтачке на этом развороте еще один костюм здесь жилет и брюки брюки примерно в таком же стиле как на приду как и предыдущие брюки укороченные как мы видим свободного кроя со складками у пояса и жилет жилет напоминает blazer с предыдущей страничке только без рукавов здесь жилет предлагают шить из льняной ткани прилегающего силуэта получается вещь у нас конечно в пошиве это сложно брюки вот как они устроены приточной пояс складки у пояса карманы я вижу что с подрезанными бачками и говорят что еще на спинке есть прорезной карман на этом развороте еще один костюм на совершенно другого характера летний наряд это у нас широкая юбка со складками у пояса посмотрите встречные складки так называемые бантовые складки написано что легко сшить ого-го не знаю знаете в чем сложность приточать пояс из приточать молнию заложить складки конечно тем кто шьет вещью сшить эту легко будет но если вы совсем новичок то все-таки должна быть не первая не вторая вещь вашему опыте очень красивая блузка хотя шьется просто и написано что легко сшить просто сшить вот такой бюстье топ но я бы тоже не сказала что это легко потому что посмотрите нам потребуется хорошая посадка по фигуре а фигуры у нас у всех разные технологически шить наверное не слишком сложно но повторюсь все таки я думаю что это не для новичков а вопрос посадки придется решать с этим топом блузка блузка без рукавов с цельнокроеным рукавом обтачки с подворотами блузка на вас воротником на стойке со сквозной застежки нижние концы блузки здесь на фотографии завязали топ или бюстья как иногда называют ну вот такая модель не верьте что легко сшить качественно добротно сшить такую вещь нелегко юбка ну юбку соглашусь что сшить попроще юбка со встречными бантовыми складками по переду и по спинке я наверно неправильно сказала посмотрите встречная складка только по центру идет а все остальные складки смотрят как бы в к центру и по спинке также то есть не встречные бантовые складки опроса складки 1 бантовая и что хочу сказать как ни крути на эту юбку потребуется две длины ткани чтобы юбка смотрелась красиво вот из моего опыта как бы мы не хотели сэкономить ткань если ее сшить из одной длины даже на очень худеньких девочек юбка смотрится куцевата если вы купите две длины юбки сошьете юбку вот с такими складками сбоку будет остаток как ни крути ну вот здесь предлагают сразу из этого остатка шить бюстье не обязательно шить такой бюстье сшить и любой топ там будет ткани достаточно но повторюсь лучше все-таки брать две длины ткани на этом развороте опять костюм целый образ получается брюки и жакет сшиты они из ткани похоже на мокрый шелк здесь они называют эту ткань креп вискоза мне кстати нравится эта ткань это тяжелая плотная ткань струящаяся текучая жакет как мы видим с удлиненной линии плеча вот нарочито прям сантиметра на два на три вот по образу здесь брюки свободны но менее свободны чем брюки предыдущие жакет тоже не очень широкий то есть такой умеренный красивый образ цвет подобрали интересны посмотреть цвет не розовые не пыльные розы не сиреневый а вот такой сложный цвет как иногда говорят оттенок интересный сиреневый смотрим жакет двубортный 4 пуговицы отложной воротничок сладскими иногда говорят английский воротничок в пошиве конечно это сложно брюки обычные брюки сложные брюки со складками у пояса с отрезным поясом с застежкой на гульфик и с карманами в бачках интересно что здесь сделали на рисунке по крайней мере на мужскую сторону гульфик и на фотографии кстати но я все-таки думаю что здесь это не принципиально на этом развороте тоже красивый образ мне все нравится оттенки ну просто как раз просто прелесть эти оттенки здесь бермуды и жакет жакет более прилегающий прямо сильно прилегающие высказала а бермуды свободные давайте смотреть технические рисунки посмотрите застежка на одну пуговицу жакет более прилегающий потому что есть вытачка вертикальная рукав 2 двушевный вточной и достаточно не не длинная линия плеча и лацканы такие умеренные не торчащие скажем шорты шорты с двумя складками у пояса с приточным поясом с гульфиком и с карманами боковых швах с подрезными бачками шорты с шьются сложно и они достаточно свободные по крою обратите внимание на этом развороте нам предлагают еще один костюм мне кстати показалось интересным вот образ выглядит как будто рубашка с пижамными брюками посмотрите ткань похоже на шелк плотный шелк резиночка по низу резиночка по верху и чем похоже на рубашку ну скажем мягкие посмотрите мягкая линия переда обычно у жакетов проклеена детали переда они такие жестко сидят плотненько здесь все такое мягкое и рукав мягкий даже его закатали по локоть и такой костюм с бюстье бюстье мы уже видели на предыдущей страничке вот если вы показали во всей красе выполнили из другого материала потому что там были другие лямочки я обратила внимание то здесь другое исполнение блейзер блэзер двубортный на двух пуговицах карманы с клапанами мне нравится такой блейзер с подкладкой конечно брюки широкие свободные с резинкой по верху с резиночками по низу костюм выполнили из блестящей атласной ткани конечно с такой тканью работать сложно имейте это в виду брюки шьются попроще прям совсем бы сказала что простая модель по крайней мере на мой взгляд и такие брюки шить проще чем юбку со складками на одной из предыдущих страниц но блейзер конечно потребует мастерства на этом развороте еще один костюм здесь жакет и юбочка юбка мини-мини короче никуда и блейзер блейзер мы как видим приталенный рукав точной не слишком широкий воротничок мы видим что отложной с лацканами и застежкой на две пуговицы тоже двубортный ткань для костюма выбрали изумительную так называемый твит или ткань шанель в мятных оттенках цвета весенней зелени ну красота красота мне очень нравится просто безумно нравится блейзер блейзер двубортный с вертикальными вытачками потому что он действительно прилегающий блейзер сложным воротничком английского типа карманы с клапанами юбочка юбка с питочным поясом и асимметричная с на одной половинке заложены складки складки кстати до уровня бедер почти застрочен то есть почти наполовину и складки застрочен иначе вы просто юбка разъезжалась вы конечно можете эту юбочку удлинить кому не хочется такое слишком мини-мини шить себе но молодые с красивые стройные девушки могут себе позволить такие короткие мини это сейчас супер модно опять костюм на этом развороте мы видим брюки и жакет что можно сказать брюки ну а в облипку больше облип он больше никуда или плотнее никуда на самом деле мне кажется это просто плохая посадка потому что впереди то брюки не слишком облегают не в натяг идут скажем просто не для девушки фасон брюк что можно сказать про жакет лацканы у жакета интересного крови посмотрите они не отворачиваются приточной элемент и просто смотрят сторону лица скажем шеи то есть не отгибаются лацканы даже интересно попробовать такой я кстати ни разу не шива подобные и не носила интересный элемент блузка здесь не видно на техническом рисунке но мы можем разглядеть блузка из так называемой прошвы ткань с выбитым рисуночком красиво смотрится блузка мне кажется просто классическая рубашка давайте тех рисунки смотреть жакеты брюки жакет видим укороченным коротенький потому что рукава длиннее чем 6 жакете жакетик видим что он плотно сидит по фигурке есть у нас вытачки нагрудные есть у нас карманы прорезные в рамку и вот такой интересный вертничок по спинке он идет как стойка а затем здесь вот такие приточные лацканы которые не отгибаются и брюки брюки прямые с поясом с гульфиком с кармашками в боках и брюки без складок идут плотно сидящие по фигуре технический рисунок блузки сложно разглядеть и разглядеть за счет вертикального рисунка ну что можно сказать застежка на пуговице манжеты на рукавах и воротничок отложены на стойке и вот выглядывалась в карман и знаете если такие плотно сидящие брюки как здесь показан прямо ягодички торчат натянуты то мы получим проблему торчащих карманов входа в карман что здесь вот и можно приглядеться и есть не показали их здесь девушка руку в карман сделала здесь ничего не видно имейте ввиду вы можете столкнуться с этим все-таки лучше взять на размер больше и не делать слишком в облипон эти брюки на этом развороте в еще один костюм блейзеры брюки какие особенности этого костюма смотрим брюки мы как мы видим без приточного пояса на обтачке брюки плотно сидящие по фигуре посмотрите о чем я говорила это отстающие ушки карманов то есть вход в карман будет отставать я кстати не знаю как бороться с этим единственное что делать карман делать брюки более свободными иначе это всегда вот это неизбежно будет история видим что на спинке у брюк проездной карман рамочку костюм кстати сшит из льняной ткани но с льняной ткани я бы здесь особо зайдет подумала бы особенно потому что вот девушка стоит у неё ткани льняная прекрасно выглядит вот прям характера льняной не всякая льняная ткань будет себя так вести нужно особенно ее поискать чтобы эта ткань не мялась потому что вот те ткани которые я знаю льняные они все будут тут же в заломы воды сжатые помятые даже заломы на рукавах будут заломы везде на брюках просто даже вот от того что стоишь в этих брюках заломы везде сзади имейте это в виду как правило льняные ткани в составе с добавками с искусственными лучше смотрятся меньше мнутся но все равно это будет много замятости блейзер как мы видим не двубортный на застежку на одну пуговицу и опять мои любимые пуговицы роговые здесь есть нагрудный карманчик вот так косо расположен карманчики с клапанами что еще про брюки сказать про брюки мы видим что без пояса я уже сказала гульфик пуговка давайте тех рисунок посмотрим кстати блейзер здесь полной длины посмотреть достаточно длинный длиннее чем рукава прямо на целую ладонь брюки по низу широкие и длинные вот на фотографии даже ниже пяточки как мы видим здесь вот кармашки с подрезанными бачками гульфик и кстати по переду отстрочены вот такие полосочки предыдущие модели были всех как в нейтральной гамме натуральных оттенков здесь буйство красок и желтый три модели платье платье рубашка ничего явнее особенного не заметила в этом платье рубашки сквозная застежка на пуговице воротничок отложной настойки и укороченный рукава с манжетами ткань здесь выбрали хлопчатобумажное полотно смесовая тоненькая струящиеся силуэт полу прилегающие но видим с вытачками по переду еще одно платье платье широкой по низу отрезной по талии сейчас на тех рисунке посмотрим но тоже ничего более особенно в платье нет и жакет жакет интересного кроя интерес в чем передние полочки у него висящие с подбортами как я вижу рукав точную какие-то интересные кокеточки вот здесь сделаны и воротничок отложной настойки давайте смотреть технические рисунки жакет мы видим что он без застежки 1 застежка здесь под воротничком проходит на кнопку воротник отложной и вот эти полы борта болтаются написано что у жакета еще по спинке горизонтальная складка ну вот интересный такой жакетик платье вот это платье действительно легко сшить потому что она отрезной по талии вытачку вытачки посадить на место легко коротенький рукавчик вточной по спинке видимо застежка на молнию и широкая летящая юбка платье шьется из вискозы струящаяся тонкая ткань на летом самый подходящий вариант и вот это платье платье рубашка мы с вами уже посмотрели платье на этой страничке практически похоже на то что было на предыдущей страничке это платье рубашка здесь только добавили застежку на планку не просто борта а планка причем платка контрастного цвета контрастного же цвета манжеты на рукавах и рукава длинные там были укорочены рукава и воротничок на стойке тоже контрастного цвета добавили здесь еще кокетки по плечам такое получилось платье шьется но из хлопчатобумажной ткани здесь написали что из батистов батисты видимо разные бывают из тонюсенького батисты я бы платья не стала 6 честно говоря более плотно может быть по пленовой ткани чтобы не не слишком прозрачно это было вот как видим платье еще и шлевки застегивается на ремень давайте посмотрим на эту блузку блузка без вытачек но мы видим что здесь есть кокетки из-под кокеток выходят складочки складка в складке и наверняка и размоделировали вытачку на грудную складки переходят и видим что на верхнюю часть головки ру по рукавам то есть вверху рукавов тоже есть складочки сборка горловинка на стойке и концы стойки завязываются бантом застежка супатная рукава длинные на манжетах юбочка что с юбкой юбкой фантазийной формы так называемый юбка тюльпан потому что ее размоделировали по низу не слишком широкая почти прямая со складкой по центру переда встреч на кстати складка а верхнюю часть как бы развели разводкой и получили вот такие складки по типу тюльпана в районе животика то есть много-много объем чека и здесь вот еще входы в карман юбка без приточного пояса причем здесь вот намудрили что вот эти вот элементы они как-то смотрятся как будто на подвернуты не спрятаны в обтачку и вот здесь напутали я посмотрела на выкройках вот здесь складочки на фотографии они есть а здесь их не сделали в техническом рисунке нужно складочки еще иметь ввиду что здесь складки банк завязывающийся застежка в общем все мы с вами уже проговорили и вот как юбка устроена то юбка тюльпан встречная складка по переду и вот такие складочки от пояса идут но пояс не приточной просто подворачивается верхний край юбки на обтачке комплект будет красиво смотреться здесь важно подобрать ткани вы мне часто просите говорить про ткани здесь для юбки вот сто процентов не подойдут ткани так называемая форма держащая коловатой ткани ткань должна струиться свисать чтобы красиво лежать вот в этих складочках если вы возьмете жесткую ткань такую упертую но не знаю джинсовую например ткань то все это станет колом здесь написано шерстяная ткань конечно шерстяные ткани бывают все разные нужно выбирать именно такую чтобы она была мягонькая чтобы она хорошо стекала из рук свисала не кстати это же касается и блузки здесь выбрали похожи на шелковую ткань а наш ткань должна быть так такая текучая очень легко драпирующиеся модели для плюсиков здесь модели достаточно простого кроя сейчас посмотрим платье как мы видим без вытачек без даже без нагрудных вытачек цельнокроеный рукавчик но ткань такую выбрали тоже вот все дело в ткани если вы возьмете например хлопок там поплин или лен то вы получите массу вот таких всевозможных замятости где-то вот здесь в районе груди всего-всего и это будет не очень хорошо 0 вы можете для этого платья взять ткань но посмотрите какую здесь выбрали ткань она мелкую вертикальную такую как будто складочку и за счет этого ткань ну как имеет вот растяжимость такое платье легко посадить даже на все выпуклости в полной фигуры фигуры плюсиков то есть здесь прям будет потребуется особая ткань не из любой ткани можно шить платье без вытачек и блузка с блузкой та же самая история вот если приглядеться то видны такие вертикальные какие-то как будто заломчики есть такие ткани которые как будто гофрированы такая мелко-мелко гофрировка выработка на ткани вот объемчик создает написано что блузка из ткани газ газ газовая ткань газ а про платье написано просто смесовых вообще-то бумажное полотно вот структурированная вискоза точно не подойдет она более форма держащая ткань я встречала такие ткани даже представляют они должны прям обтекать фигуру тогда получится все классно давайте этих рисуночки посмотрим платье вырез по горлышку цельнокроеный рукав и разрезы по бокам платье за колено не слишком длинные ну выбирайте сами про ткани я вам сказала что здесь важно выбрать подходящую ткань блузка то же самое без вытачек идет треугольный вырез по горлышку добавлено по горловиночке какая-то оборка и это же а бурочка маленькая он здесь на разрезах рукавов интересная блузка но опять же повторюсь блузка будет смотреться шикарно если вы верно подберете ткань здесь интересное платье вот я не сразу не не очень поняла дну что это платье жакет короткий посмотрите у платья есть отлёдная кокетка сверху отлетная деталь то есть как бы спинка двойная одна часть вот такая отлетная серединочке спинки есть шов вертикальный вот здесь разрез в шве платье предполагается носить с поясом кстати мы возможно его носить и без пояса наверное надо посмотреть рукав точной рубашечный застежка на пуговице разрез на рукаве по переду платья мы видим что застежка просто на пуговице кармашек на груди и воротничок отложной настойки жакет жакет предлагают из ткани такого же оттенка жакет из хлопка вообще-то бумажная саржа что мы увидим в жакете но здесь подвернули рукава рукав по низу подвернут мы видим что отложной воротничок отложной с лацканами не двубортный и без застежки даже видим завязывается на пояс ну кстати хороший жакета прям хороший универсальный летом всегда пригодится жакет без подкладки у него только верхняя часть по спинке и двойная чтобы уплотнить плечевой пояс конечно эти вещи в пошиве сложно что могу сказать еще про ткань как мы видим что ткани хлоп хопчета бумажная и структурированная какая-то вискоза но она точно так же должна быть достаточно обтекаемы не стоять колом вот и структурированы вискозы которую мы например покупали в последнее время в магазине оптом вот такую вещь можно шить и это будет даже интересно но лично мне вот что могу сказать сказать от себя мне не очень нравится когда в одном цвете две вещи если бы расхождение в цвете было на один оттенок пусть это будет одна цветовая палитра но на скажем потемнее верхняя часть более был бы выражен вертикальный эффект еще такой момент если ваш цветотип светлый вот здесь для темной девушки пастельные оттенки такие телесные красиво но для светлых девушек нужно сильно прямо под продумать оттенок одежды жакет как мы видим широкий отложной воротничок с лацканами без застежки накладные карманы нравится мне такой жакет рукав он подвергнут на паты застегивается и платье платье с пуговицами без вытачек накладной кармашек отложной воротничок на стойке и к рукава с манжетами вещи в пошиве непростые детские модели легко шьются но интересные модели как всегда я не буду подробно останавливаться мы с вами только что закончили смотрите этот журнал буду рада вашим комментариям пишите что вам понравилось какие идеи приглянулись вообще как вам впечатление какие планы на шитье на этом видео заканчиваю с вами была я так я наша дарина вы были на канале время шить всем пока пока до встречи